Ну вот сегодня я хочу поговорить о объектах постиндустриального пояса Москвы, то есть о промышленных предприятиях 19-20 века. Почему, мне кажется, эта тема очень актуальна? Ну, вы знаете, да, что действующим генпланом развития города Москвы до 2025 года предусмотрен вывод промпредприятий из центральной части города Москвы. То есть идет освобождение, планируется освобождение больших территорий, которые были заняты этим промпредприятием. Что делать с этими территориями? Как сохранять те ценные объекты, которые расположены на территориях этих предприятий? Дело в том, что, чтобы правильно оценить размеры реконструктивных, допустимых реконструктивных мероприятий на этих территориях, чтобы корректно определить объемы нового строительства, которое, возможно, будет происходить на этих территориях, надо, конечно, исследовать весь пласт промышленной застройки в центральной части города Москвы. Вот, поэтому мы, собственно, и занялись изучением вот этой темы. Что еще хочу сказать, что история промпредприятий – это не только история архитектурных, градостроительных объектов, это прежде всего и история огромного числа жителей Москвы, которые работали на этих предприятиях. Я вспоминаю случай такой, когда шла реконструкция и снос огромного количества промышленных корпусов с завода ЗИЛ. Сколько было душевных криков от людей, которые всю жизнь проработали здесь, на территории ЗИЛа. То же самое происходило и с заводом «Кожектор». Очень много людей, всю жизнь проведшие в стенах этих промпредприятий, не могли понять, как же так, такой огромный пласт их жизни исчезает. И тут вот мы вступаем в такое противоречие между профессиональным отношением к оценке архитектуры и градостроительной ценности промпредприятий и к тем людям, к как бы заботе тех людей, которые там работали о своем прошлом. То есть такая непрофессиональная точка зрения. И вот две эти точки зрения очень часто между собой конфликтуют. И найти какой-то способ их примирения, то есть и сохранить стенные с архитектурной точки зрения, и все-таки сохранить память о тех, как бы, рабочих моментах, о жизни огромного пласта московского населения. Вот, собственно, задача найти способы мемориализации этих промпредприятий, и даже в случае, если сами носители, то есть здания будут снесены в силу их неценности. Более того, очень интересно изучить аспект деятельности владельцев этих промпредприятий, которые внесли такой огромный вклад и в культуру Москвы, и в архитектуру Москвы, и, в общем-то, в социальную жизнь Москвы. Вот такие проблемы, как бы, хотелось бы осветить, изучая промпредприятия. Ну, прежде всего, как бы, надо начать с, опять-таки, вот того, что же представляли из себя предприятия 19-20 века в городе Москве, какие типы были наиболее характерны для Москвы. Вот мы здесь видим, что основную часть занимали текстильные предприятия, обработка волокна и изготовление тканей. Это было такой, как бы, спецификой московской промышленности. В конце, в начале 20-го века большее значение приобретает обработка металлов, текстиль чуть меньше снижает, текстильные предприятия снижают свое количество. Вот, возрастает к концу 19-го века производство пищевых продуктов, ну, и довольно в равной степени, как бы, существуют и другие виды промышленности. Ну, здесь мы попытались понять, а где же, собственно, концентрировались промышленные предприятия. Были ли такие, во-первых, места в городе Москвы, в Москве, в местах концентрации. Вот, ну, и здесь из этой диаграммы можно понять, что наибольшее число предприятий и наибольшее количество рабочих к концу 19-го века были сосредоточены в Пятницкой, Лефортовской, Басманных частях, то есть, как бы, на востоке, на востоке города. Вот, ну, здесь вот в этой диаграмме разобраны типы предприятий, количество предприятий и их типология по годам. Здесь число рабочих, здесь годовой оборот отрасли. Дальше хотелось поговорить о том, как вот промо-предприятия, о местах концентрации промо-предприятий. Ну, естественно, что текстильные фабрики, они тяготели к рекам и водным артериям. В конце 19-го века стало развиваться железнодорожные пути, и вот они-то, собственно, вот эти два таких транспортных образования, водные артерии и железнодорожные пути, они, собственно, места концентрации промо-предприятий также очень даже детерминировали. Вот, ну, на этой схеме вот мы еще раз видим подтверждение мысли, что вдоль реки и вдоль железнодорожных артерий сосредотачивались основные предприятия промышленные в городе Москве, и восток, и юго-восток, как вы видите, был наиболее, наиболее насыщен промо-предприятиями. Вот, ну, здесь мы посмотрели, опять-таки, динамику роста промо-предприятий, и, как вы понимаете, середина, вторая половина 19-го века – это такой взрыв развития промо-предприятий, большое количество новых предприятий появилось, а вот уже в начале 20-го века, когда начались вот войны и беспорядки, их количество, их рост заметно уменьшился. Давайте посмотрим вообще на конкретные промо-предприятия и подумаем, а что каждое из них вообще, что городу дали вот эти вот самые производственные территории. Это трехборная Прохоровская мунофактура, расположена на Москва-реке, как вы знаете, далеко от дачи Студенец. Ее развитие – это вторая половина 19-го века, начала 20-го. Вот, и что сказать? Ну, как правило, в общем, по высшей части это такой периметр застройки, в смысле планировочной организации, это самопромышленная территория. Но вот характерной особенностью промо-предприятий конца 19-го века являлось то, что они вокруг себя организовывали что-то наподобие современного микрорайона. Вокруг промо-предприятий их владельцы строили жилье для рабочих, и мы можем убедиться это нарядами промышленных предприятий Москвы, и Даниловская мунифактура, и Тестовский поселок, вот Прохоровская мунифактура. Прохорову строили и детские учреждения, и школьные учреждения, и больницы-поликлиники вокруг своей фабрики. Более того, они здесь же рядом и жили. Вот вы видите на схеме два Прохоровского дома – отца и сына. И если сама архитектура вот самих производственных зданий была довольно примитивна, ну, естественно, кто там особенно украшал цеха и производство, то вот архитектура домов, личных частных домов Прохорова, конечно, она тут уже использовала всю палитру архитектурных средств, которые были в то время, и вы видите вот этот Прохоровский дом. Первый, второй, вот в таком виде замечательные были Прохоровские особняки. Это вот одно из зданий Прохоровской мунифактуры, а это уже электростанция, это уборная мунифактура, которая возникла уже в 1920-30-х годах, и тоже представляла собой, представляет, слава богу, собой такой вот шедевр архитектуры. Вот. Это завод водоприбор на Новоалексеевской улице. Это другой тип промышленного предприятия. Здесь, к сожалению, чуть меньший пласт сохранившихся исторических объектов, но зато, зато мы здесь видим, как от такой довольно лапидарной архитектуры происходит переход к парадным, в общем, довольно выразительным с архитектурно-художественной точки зрения приемам. Это очень интересный объект. Что еще хочу сказать, что все эти промышленные предприятия, в основном, не все, конечно, но в основном, имели очень хорошее техническое оснащение, механизмы, приборы. И, к сожалению, если мы сейчас во многом сохраняем архитектуру промпредприятий, то как раз их оборудование, которое представляет тоже шедевры технической мысли для своего времени, оборудование мы сохранять не умеем. Я не помню ни одного примера, может быть, я ошибаюсь, чтобы где-то были сохранены механизмы и машины того или иного промпредприятия. Завод «Кристалл» – тоже выдающийся объект, вы знаете, да, это на Яузе расположен. Здесь мы тоже видим чудесные совершенно объекты с архитектурной точки зрения, то есть качество архитектуры, детализация архитектуры повышается. Вот вы видите, какая тщательность в проработке чертежей. Меня это всегда просто восхищает. Фантастической красоты чертежи, то есть архитектор работал с удовольствием. Вот. Очень интересный объект «Красный октябрь». Я говорю о всем известных объектах, но просто хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как тщательно и с какой любовью рисовалась архитектура всех этих предприятий. «Красный октябрь» – чудесные совершенно чертежи, чудесная архитектура, небесной красоты. Чертежи – это рядом с «Красным октябрем», это через канал, это галутинская мануфактура, ставшая потом красным текстильщиком. И здесь хочу сказать тоже о высоком архитектурном качестве этих объектов. Вы, наверное, заметили, что все материалы по каждому объекту сопровождаются вот такими схемами ценности и сохранности. За стройки этих комплексов выделены наиболее ценные объекты, выделены фасадами ценные. То есть это позволяет каким-то образом регулировать реконструктивные мероприятия на этих комплексах. Вот галутинская мануфактура, по многому сохранившиеся здания. Это у нас «Дербеневка-7», фабрика «Цинделя». Тоже демонстрирую вам прекрасные совершенно чудесные чертежи. Ну, собственно, не буду останавливаться на этом, поскольку об этом мы уже говорили. Это просто другое представление соотношения тех или иных видов промышленных предприятий. Здесь мы, собственно, подтверждаем ту мысль, о которой уже было сказано, что Пятницкая, Лефортовская, Басманная, то есть восточный и юго-восточный сектор Москвы наиболее был насыщен промпредприятиями. Расположение промобъектов по годам, а мы их видели в совокупности, типологии промышленных предприятий, какие располагались типы, архив, которые мы уже с вами тоже быстро посмотрели. И здесь хочу вам показать несколько уже как бы реализованных реконструкций по отдельным комплексам. Обращаю ваше внимание на то, что промышленная архитектура поначалу, будучи такой довольно лопидарной, превратилась, в общем, в такое поле платформы для архитектурных экспериментов. И вы видите, что какие, в общем, узоры, я бы сказала, получались из кирпича. Кирпич вообще очень благодарный материал в смысле деталей, говоря о конструкциях, использовался вовсю и дала очень хороший результат, красивый. Это схема с памятниками промышленной архитектуры. Это объекты, которые у нас состоят под госохраной в настоящее время. Естественно, все время, каждый год добавляются какие-то новые. Но здесь вот вы можете посмотреть, что довольно большое количество промышленных комплексов состоят у нас под госохраной или в виде региональных памятников, или в виде вылетенных объектов. Здесь данных перечень. Опять-таки повторюсь, что он, видимо, сейчас уже более полный. Ну вот, давайте поговорим о возможной реконструкции промо-предприятий, реконструкции территории. Ну, как вы понимаете, есть, как всегда в жизни, два пути, радикальный и консервативный. Вот, Красный Октябрь, комплекс по фабрике Красный Октябрь демонстрирует на сегодняшний момент, оговорюсь, на сегодняшний момент такой консервативный путь реконструкции промо-предприятий. Все, наверное, знают, насколько сейчас насыщен жизнью этот объект, сколько там всяческих культурно-торгово-развлекательных заведений. И этот путь, он наиболее такой простой и наиболее приемлем городским населением. Это фабрика Станиславского, реконструкцию которой делал замечательный совершенно английский архитектор Макаслов и партнеры. И результат получился феноменальный. То есть уровень благоустройства, уровень использования, уровень архитектуры, на мой взгляд, крайне высокий, очень высокий. Такой замечательный получился объект. Ну, красную розу тоже все знают. Это вот старые фотографии от старого архитрея, который сейчас уже исчез, но тем не менее в свое время очень активно использовался. Это известный всем завод-флаком, территория завода. Вот недавно пришлось чуть более плотно столкнуться с этой территорией. Надо сказать, что ценности здесь в здании, в архитектурных объектах нет. Довольно обычные технологичные такие здания, технологичная архитектура, но насколько сейчас она востребована и насыщена всяческими заведениями, опять-таки торговыми, развлекательными. Эта территория используется на все 100%, и это тоже вот такой консервативный путь использования. Винзавод всем хорошо известный, который тоже замечательно используется. Но вот хочу сказать несколько слов о втором пути архитектуры, реконструкции. Вы знаете, что в Москве эти примеры тоже есть. Например, завод Марсакова на Кресненском валу. Вы знаете, что сохранена вот эта вот круглая часть, цилиндр самого, собственно, технологического цеха. Снесены стройки в виде навесов и дополнительных цехов, и технических помещений, а вокруг построены три огромные башни, высоченные башни. Может быть такой прием? Может. В общем, получился довольно выразительный комплекс. И мы видим, что было на этой территории, то есть сохранена память места и максимально использован потенциал, строительный потенциал этой территории. Тот же, как бы, радикальный путь предлагается и на заводе Бадаева, имени Бадаева. Мне кажется, что в результате может получиться очень интересный комплекс, где и исторические здания сохранили, и в то же время мы увидим, в общем-то, выдающиеся произведения, вернее так, произведения выдающихся архитекторов, мировых архитекторов, наших современников. Я всячески приветствую то, что в Москве будут появляться такие объекты, объекты гениев нашей архитектуры современной. И мне всегда очень жалко церковь, которую снес Крубюзье, когда строил свой дом на Месницкой, свой объект. Но, тем не менее, я счастлива, что этот объект в городе у нас появился. Вот, поэтому появление шедевров, классиков, нравовой архитектуры, это крайне положительный, с моей точки зрения, момент. Радикальный путь возможен, если мы будем более тщательно продумывать иные способы мемориализации объектов промышленной архитектуры, не только сохранение самих объектов. Задача придумать способы мемориализации это задача очень актуальная.